Сегодня мы с вами займемся заменой цилиндропоршневой группы на бензопиле Худскварна 137 и 142 Технология будет одинаковая, хотя пилы немножко разные, разница у них всего лишь в мощности, как мы знаем На данном экземпляре, на данной пиле Худскварна 137 мы будем производить замену цилиндропоршневой группы Итак, дорогие друзья, приступим к замене цилиндропоршневой группы на Худскварне Для данной пилы этот процесс очень довольно-таки сложный, потому что разобрать придется практически всю пилу Конструкторы продумали так, что чтобы поменять поршневую группу, надо разобрать все Снимайте, откручивайте верхнюю крышку, я уже ее открутил, просто снимаем Вот он, наш цилиндр, и нам надо до него добраться, его снять Для начала снимаем карбюратор Снимаем карбюратор Постараемся, как обычно, все делать быстро и качественно Откручиваем фильтр Здесь у нас гаечки у вас будут на 10, у меня уже кто-то поменял на 8 стоят Желательно положите какой-нибудь лоточек или коробочку, чтобы все туда складывать Потому что мелких деталей будет много, чтобы вы ничего не потеряли и не забыли, что зачем идет Так, сняли фильтр, теперь надо снять вот эту вот тягу газа Снимаем ее, кладем Берем отвертку Откручиваем винтики, которые держат у нас упор карбюратора Дальше, здесь немножко неудобно, вот эти вот болты, они на 7 То есть вам надо будет или ключик, или головку иметь на 7 Вот, откручиваем И теперь просто, видите, карбюратор у нас вышел Если его сейчас сорвать, может отсюда пойти бензин со шланчика Поэтому пережимаем его и стягиваем Он может быть на фиксаторе еще сидеть, то есть на специальный клей такой Возможно, тогда придется отверточкой поддеть У меня бензин не потек, возможно, его там и нет Вот он, карбюратор, кладем его в стороночку Но на всякий случай шланг советую пережать И вот так вот его зафиксировать Ну, можно гаечки какой-нибудь надеть на 8, к примеру Так, теперь снимаем теплоизолятор Это вот эта вот часть Здесь нам понадобится шестигранник H4 Такой же, как и используется при сборке мебели Все, снимаем его Он держится на двух специальных шурупов Так, открутили Теперь можно снять свечу Так как ее нам снимать все равно придется Снимаем свечку Вот, и просто берем его, как бы, чтобы вы видели И на себя вытягиваем Можно немножечко поддеть отверточку здесь сбоку Вот он Теплоизолятор И патрубки теплоизолятора большой И малой подкачки топлива патрубок Их пока можно оставить Все, теплоизолятор в стороночку Дальше Снимаем крышку Крышку стартера Дальше отвертки идут Да, Husqvarna темой отличается Что пил это хороший Но в ремонте, чтобы поменять поршневую Разобрать придется очень много Крышка держится на четырех болтах Откручиваем их У меня уже кто-то откручивал Самые разные болты уже используются Но вообще здесь откручиваются болты Звездочкой Торсом Или же Простой плоской отверткой Вот видите Вот или звездочка Или можно плоской отверткой Снимаем крышку Убираем ее в сторонку Здесь мы видим Вот перед нами Магнит Зажигание И патрубок, который нам воздух подает на карбюратор Мы его тоже снимаем Здесь, кстати, в крышке еще Черный вот такая вот защита Она тоже должна быть у вас обязательно Так В стороночку все это дело Здесь мы видим Вот он магнит Вот зажигание Пока это все оставляем Снимаем Глушитель Глушитель держится болтами на 8 У Кускуарны Будьте внимательнее при сборке глушителя Потому что если вы не попадете То есть он у нее разборный Если когда вы будете собирать Не попадете Вот оставите вот такую небольшую щель Снизу, к примеру То у вас вот здесь вот все выплавит Аж до самого масла И масло будет отсюда уже течь Вот к этому моменту Будьте Пожалуйста Внимательны Так Злушитель Он, кстати, держится на 2 Верхняя часть Но может держаться на 3 Вот здесь еще может быть болт То есть вот эта часть Будь прикручена еще одним болтом Но меня, видать, кто-то уже снимал Она откручена Так Положим его Сюда В стороночку положим Дальше Вот мы видим Уже, конечно По свободнее у нас здесь стало Но этого еще мало Откручиваем сцепление Для этого берем наш шнурок Кто смотрел мои уроки По замене сцепления звездочки Уже знает, что мы будем делать Чуть-чуть подводим поршень кверху Примерно полтора сантиметра И засовываем шнурок В свечное отверстие Можно немножечко помочь себе Отверткой Вот Ни в коем случае не суйте ничего Вот сюда в глушитель Вы повредите себе поршень И в дальнейшем, возможно Хотя, с другой стороны Если вы меняете уже поршневую То можно и там заблокировать Но, как бы, я советую Вот отсюда сюда все делать Заблокировали Теперь нам понадобится Обычный свечной ключ Ой, свечной Это болгарочный У меня, конечно, в мастерской Есть спецключ В котором я это делаю Но, так как мы не в мастерской Мы будем это делать обычным ключом Откручиваем по левой резьбе Сцепление наше В сторонку Вместе с корзиной Со звездочкой И с шайбой Вот Снимаем Масляный фильтр Ой, масляный фильтр Что я несу? Снимаем С вами масляный насос Масляный насос Он держится на двух Шурупах Дальше его Поддеваем отверткой И вытаскиваем Вот он В стороночку Снимаем с вами ручку Ручка держится на H4 На четырех шурупах Два сбоку И два снизу Откручиваем снизу Вы, конечно же, старайтесь Или разложить Или запомнить Что куда идет Потому что для меня Это как бы не проблема Потом раз И она разъединилась Выбираем ее в сторону А для вас Может оказаться проблемой Потом не будете знать Какие болты Откуда вы Вот эта вот резиночка Специальная Она находится между ручкой И корпусом Она у нас как бы Амортизирует Стороночку Дальше Теперь мы с вами Будем откручивать Все, что у нас Осталось А это Амортизаторы Откручиваем С этой стороны И откручиваем Еще вот он У нас тут Сопиловитель И сразу же Амортизатор Вот Откручиваем его Тоже Мы это все Откручивали Потому что Мы просто не сможем Здесь видите У нас ровно Мы не сможем Достать до Шурупов Которые разъединяют Поршневую Вот поэтому Нам это все Пришлось Делать разобрать Вот Теперь просто Ручку С баком Бензобаком Отсоединяем Вот у нас Здесь бензобак И ручка С амортизаторами Видите Вот они Боковые Амортизаторы Ну и курок газа Соответственно В сторонку Вот он корпус А вот они Болты До которых Нам и надо было Добраться Четыре болта Болты на восемь Закручены Они будут Хорошо Поэтому Берем Вороточек И скручиваем Вот Теперь мы Это дело Все сейчас Открутим Вы конечно Можете Использовать Шуруповерт Пример Чтобы Побыстрее Все это дело Открутить У меня под рукой Сейчас его нет Желательно Все это дело Продувать Здесь сразу Компрессором Ну ничего Сейчас мы Это все дело Открутим И рассмотрим Поподробнее Я вам расскажу Как бы Из чего Все это Состоит Поршневая Самогруппа И Как что Меняется Эти вот болты Они Не скрепляют Поршневую Международную Они ее просто Держат в корпусе Там Сейчас еще Будут Четыре Болта Которые Уже Будет Нам Картер Непосредственно Держать А это Мы сейчас Просто Откручиваем Цилиндр От корпуса Закончил Наверное Открутил Последний Да Вот он Теперь мы Желательно Конечно Нам Или Отсюда Ну я для начала Отсюда Отсоединяю Всегда То есть От кнопки Провода Зажигания И теперь Мы ее Просто Вытаскиваем Вот Поршневая А вот он Корпус Бензопилы Отсоединяем Соответственно Откручиваем С вами Зажигание Модуль Зажигания Мы будем Перекручивать На новую Поршневую Зажигание Держится Держится Как мы уже Помним Если вы Смотрели Мое Видео На двух Торксом Т20 Откручивается Она На двух Шурупах Специально Вот Наше Зажигание И вот Они Наши Четыре Будут Болта Которые Держат Непосредственно Картер Которые Нам придется Снять Чтобы Поменять Поршневую Они конечно Тоже будут Закручены Хорошо Крепко Пошел Здесь уже Кто-то Менял Тоже Я вижу Здесь Один Болт Стоит H4 Шестигранник С обычным Гровером А дальше Стоят Уже Родные Какие Положенные Болты У них идет Торкс 25 Вот Мы откручиваем 25 Торкс Срываем И Теперь Просто Откручиваем Как видите Даже просто разобрать И то долго В отличие от партнера Или от тех же китайских бензопил Где все сделано Проще Но просто с другой стороны Видите Поршневые Отхаживают При правильной эксплуатации В домашних условиях По 10 лет У Хускварной Поэтому приходится Очень редко этим заниматься И Не рассчитано Что это все будет делаться В домашних условиях Это все Делается в мастерске Где есть все Ключи Инструменты Это мы с вами Делаем Все это дело У меня в гараже Так Скажем Вот они наши Болты И теперь Просто вот эту крышечку Мы должны Как-то поддеть И Она у нас отойдет И разберется Здесь я кстати Сразу заметил Поршневая новая Кто-то менял Вот Теперь давайте рассмотрим Поближе Немножко Время ваше Что у нас здесь У нас здесь картер То есть нижняя часть У нас Поршневая Типоизолятор Они кстати Просто так снимаются Один и второй Вот Так как новая Как будто Вот мы эту будем И ставить сейчас Перед тем Как поставить Обязательно смотрим Чтобы у нас Не было на коленвале Никаких Цветовых изменений Я имею ввиду Вот здесь не должно быть Все синее Здесь видите Вот все Не знаю как Видео передаст Все Именно как Как заводской металл Не посиневший Не покрасневший А все в порядке И туда тоже Смотрим А ну чтобы поменять Надо же сперва же Снять поршень Да У вас же он Будет Старый здесь Надо будет его Снять Я применю Круглогубцы Вы можете Отверткой Вытащить Стопорное кольцо Так как Поршень Мениный Недавно Палец Ведет легко У вас Может быть Конечно Немножко Затруднение Придется постукать Что-нибудь Поставить И постучать У меня он Конечно Разберется Сейчас Легко Вот Упа Упа С вами Поршневая Как на ладони И даже Кольцо Сниму Кольцо Тоже Новое На Хускварне Всегда Применяется Одно Кольцо На 137 142 Другие Модели У них Есть Двумя Кольцами На Этих Вот Даже Нового Поршневого Купите Будет С одним Кольцом Вот Кольцо Аккуратненько Одеваем На Место Его Вот Дальше Смотрим С Эти Подшипники Не должно Быть Никаких Цветовых Изменений Сильных Как я вам Говорил Уже Все Подшипники Должны Быть На Месте Они Должны Быть Не Поломанные И Проверяем Обязательно Смотрим Вот Здесь Вот Рубашку Рубашку На Подшипниках Я не знаю Видно Вам Или нет Ее Прям Надо Шевелить Вот Если Где-то Будет На Рубашке Подшипника Скол Или Она Легко Как-то Болтается Вы Видите Что Она С Одной С Зароны Надломано Все Подшипник Придется Менять Для Этого Снимаем Маховик И Производим Замена Тут Все Просто Может Когда Нибудь Я Сниму Еще И Об Это Видео Просто Сейчас Пока У нас Задачи Другие Проверяем Другую Сторону У меня Вроде Все В порядке Здесь Человек Который Менял Уже Посмотрел Что Все Здесь В принципе Нормально Вот Теперь Будем Собирать Одевайте Стопорное Кольцо С одной Стороны Поршня Его Можно Одеть Как я Уже Вам Показывал В других Видеоуроках Или Отверткой Или Круглогубцами Мне проще Круглогубцами Вот Теперь Так как мы Сняли Поршень Нам Надо Определиться Какой же Мы стороной Поставим Такой Или Такой Это Очень Важно Если Вы Неправильно Поставите Вы Ломаете Кольцо И У вас Задерет Новую Поршневую Вот Если Вам Трудно Так Сразу Определиться Вы Просто Берите Вот Так Прям И К нашему Корпусу Представляете Вот Корпус У нас Будет Ставить Вот А раз Он будет Ставить Вот Так Значит Карбюратор С этой Стороны А как Мы знаем У нас Всегда Замок Идет К стороне Карбюратора То есть Вот Сюда Вот Так Мы И Вкручиваем Оттуда Все Теперь Берем Новую Поршневую Ну Вы Возьмите Новую Я беру Старую И Вставляем Только Мы Обязательно Должны Убедиться Что Вставляете Вы Замком Вот Этим Замком Видите Со Стороны Карбюратора Ставили Все Здесь Это Дело Аккуратненько Поправили Как У нас Положено Вот Теперь Мы Должны Загерметизировать Старого Герметика Тут Практически У меня Нету Если У вас Герметика Много То Вы Конечно Сперва Почистите А потом Ставьте Это Не сложно Можно Вытащить Вот И Старого Герметика У меня Практически Нету Мы Это Дело Аккуратненько Счищаем Ножом Вот Таким Обычным Канцелярским Ножом Подчищаем Старый Герметик Чтобы Его Было По возможности Поменьше Желательно Чтобы Вообще Не было Вот И Подчищаем Картер То же самое Освобождаем Герметика Ну и так Как будете Использовать Новую Поршневую Вам Привоться Почистить Только Картер Потому что Он В комплект Не идет Сам Цилиндр У вас Будет Чистый Освободили От герметика Теперь Берем Герметик Вот Такой Я использую Герметик Абровский Герметик Хороший Единственное Он уже Немножко У меня Засох Поэтому Мы Сделаем Сбоку Здесь Маленькую Дырочку И Через Него Будем Доставать И Намазываем Теперь Сюда Сильно Густо Мазать Не надо Потому что Много Герметика Это Плохо Он Будет Забиваться Везде Мазать Вот Здесь Где Сальники Не Надо А то Все Поизмазывают Бывает Так Разбираешь Герметика Полный Картер Вот Размазали Все Так Теперь Вставляем Опять Ничего Не забиваем Все Вставляется Аккуратно А то Встречал я умельцев Которые Молоком Поршневые Вставляют Вот И Сальники Ставим Ровненько Вот Теперь Берем Наш Картер Маленький И Накрываем Так Вот Берем Болты И Начинаю Собирать Как говорится Середина Пройдена Теперь Идет Процесс Сборки То есть Обратный Порядок Делаем Я обычно Закручиваю Крест Накрест По поводу того Как Через какое Время Можно работать Я Вообще Советую Хотя бы На следующий день Ну и хотя бы На следующий день Уже нормально Будет Но проверить В принципе Правильно Вы все Сделали Пила Заводится Или нет Провести Какой-то Настрой Карбюратора Это Можно Сделать Вот Это Можно Сделать Сразу Закручиваем И Последний Четвертый У нас Который Был Не такой Как все Как мы Помним Мы Его Туда Тоже Закручиваем Берем Вороточек И Подтягиваем Все Это Дело Тяните Сильно Но Без Фанатизма Сорвете Все Поршневую Придется Покупать Новую Так Я Затянул По-моему Уже Проверим Да Этот У нас Подтянут Все Вот Поршневая Собрана Что у нас Вот это Это у нас Привод Маслонасоса Вот Он у нас Крутится Вращает Шестеренку Вот эту Маслонасоса И соответственно Масло У нас Начинает Поступать Чтобы поменять Этот сальник Придется Конечно Этот привод Стягивать Стягивается Он Плохо По опыту Вам скажу Что стянуть Его Без Повреждений Вряд ли Получится Но Он стоит Дешево Стоит Он примерно Около 100 рублей Что-то Так Поэтому Можно Его Смело Корюбить И Покупать Новый В магазине Другом Здесь Желательно Конечно Все это Дело Продуть Промыть Я Немножечко Так Вот Протру Тряпочки Компрессор У меня В мастерской Здесь У меня Компрессора Нет Но Пилают Еще туда Отправиться Поэтому Там Все это Дело Продуем Вставляем Назад Нашу Поршневую И Прикручиваем Длинными Болтами На 8 По времени Конечно Несколько Подольше Занимает Замена У Кусквар Чем У того Же Партнера Но Что Поделаешь Зато Как я Уже Говорил Делается Это Нечестно Закручиваем Болты Наши Так В такие моменты Даже не знаешь Что говорить Болт длинный Крутить Приходится Долго А что Говорить Не знаешь Какая-то Пауза Да Такая Возникает Неловкая Наконец-то Я вроде как Докрутил Этот Болт Берем Вороточек И Подтягиваем Так Все Порядок Обратный Порядок Сборки Делаем Ставим Зажигание Как его Устанавливать Вы уже Теперь Знаете Так как Посмотрели Мое видео По установке Зажигания И Знаете Что в этом деле Нам не обойтись Без Вот этого Волшебного Календарь Календарь Закручиваем Здесь Не забудьте Что у нас Один провод Идет Болтом Прижимается Закрутили Один Закручиваем Второй Сразу же Подтягиваем Но Как я уже говорил Без фанатизма А то Можно Сорвать Вытаскиваем Календарь Зажигание Выставлено Так Теперь Это вот Сюда Вставляется Я сразу Всегда Одеваю Теплоизолятор Берем Большой Патрубок Натягиваем Его На цилиндр А маленький Я одеваю Вот сюда На вот этот Носик И теперь Уже Начинаю Сюда Это все Дело Вставлять Как это Вставляется Все Я уже Раз Показывал На Примере Когда мы Карбюратор Осматривали Вот Ну Сейчас Мы еще раз Это все Дело Посмотрим Ставим Туда Вот Так Так Оно Конечно Даже Удобнее Вы можете Легко Рассмотреть Вот здесь Вот Все Что Вам Как говорится Нужно Большой Малый Хорошо Он Сел Плохо Ли Если Плохо Снимаем Опять Одеваем Если Хорошо То Все В Порядке Берем И Закручиваем Где Наши Замечательные Болты Вот Они Да Это Они Закручиваем На Четыре Шестигранника Два Болта Как Мы Помним Теперь Одеваем Маслонасос Конечно Еще Раз Повторюсь Здесь Все Вычищаем Так Одеваем Он У нас На Двух Саморезов Закручивался Вот Так Вот Подтягиваем Так Теперь Одеваем Звездочку Опять Кто Смотрел Видео Уже Помнит Что Мы Одеваем Шайбу Потом Одеваем Саму Звездочку Звездочку Немножко Смазывается Вдово На Делитол Отдели Звездочку Одеваем Большую Шайбу И Закручиваем Сцепление Просто Помним Что Здесь У нас С вами Левая Резьба Вот Подводим Поршень Примерно Полтора Сантиметра Берем Нашу Веревочку Запихиваем Засунули Берем Ключ И По левой Подтягиваем Так Все Сцепление Стоит Маслонасос Теперь Одеваем Ручку Вот Она Наша Ручка С Амортизаторами Вот Мы ее Одеваем Я Всегда Одеваю Амортизатор Сюда То есть Одеваю Вот Эти Два Амортизатора И Прикручиваем Вот С этой Стороны Цепел Ловителю Вот У нас Цепел Ловителю И Прикручиваем Вот Теперь уже Ручка у нас Она Никуда не денется Он уже на одном болту держится Берем Шланг И Вот здесь Вот его просовываем В отверстие И опять же Его фиксируем Потому что Из него может у нас Хвалиться бензин Вот Теперь одеваем Амортизаторы Вот они Попали у нас Фиксируем С этой стороны Вот этим Боковым Специальным Зажимом И закручиваем Он у нас Может закрутиться Плоской отверткой Или же Торксом Отверточка у нас Под рукой Мы закрутим Отверткой Так Все Подтянули Ручка уже Никуда не денется Так С этой стороны Мы помним У нас Стоит крышка Но для начала Надо поставить Вот эту вот Пластиковую Штучку Для чего Она у нас Здесь стоит Она у нас Воздух Воздух Забирает Когда магнит Крутится Забирает И в карбюратор Вдувает Как вы понимаете Вот Вот для этого Она у нас С вами и Стоит Теперь Берем Крышку Сразу одеть Вряд ли получится Потому что Надо будет Вот эту Пластиковую Защиту Поставить И Следить Чтобы Вот эти Вот Два Шипа Попали Вот в эти Два Отверстия Вот мы Это дело Попадаем Вот Все Попали У вас здесь Может еще резинка быть У меня видите Резинка нету Она вернее у вас и будет Здесь такая Специальный уплотнитель Стоит Чтобы кроме Какого Через это отверстие Воздух Вот сюда Никак не попал Вот Здесь она Специальная Эта штучка Стоит Теперь берем Крышку И Продеваем Закручиваем Так Подтягиваем Подтягиваем Так На все Четыре Мы ее Сейчас С вами Закрутим Так Теперь мы С вами Оденем Ручку Вот так Ее Одеваем И Не забываем Поставить Вот эту Резиновую Детальку Сюда Вставляем И закручиваем Длинные болты У нас закручиваются Со стороны Сцепления Отсюда Короткие Будут Снизу Закрутили Берем Короткие Закрутили Закрутили Все Ручка у нас стоит Теперь Ставим Глушитель Глушитель Как я уже говорил Хорошо Собирайте Потому что Если вы Соберете Не четко Может Прогореть Вот Масляный Бак Одеваем Прокладку И Собираем Здесь У нас На 8 На 8 Закручиваем Закручиваем Теперь Нам осталось Установить Карбюратор Вот Опять же Кто смотрел Мое видео По карбюратору Уже Знает Что Карбюратор Устанавливается Очень просто Я сразу Одену На клавишу Включения Если соскочила Прокладка Не забудьте Вот эту Обязательно Ее поставьте На место Без нее Пила Работа Не будет Так Попали Здесь Попали Здесь Ключик На 7 Закручиваем Карбюратор Карбюратор Тоже Подтягивайте Обязательно Шланг Идет Бензиновый Сверху И в карбюратор Одевается Вот отсюда Вот так Сверху Он заходит Вот Что мы делаем Дальше А мы дальше Одеваем Нет Давайте Сперва Закрутим Снизу Вот этот Держатель Попадим Обязательно Здесь Вот Надо будет Нам Чтобы Кнопка Работала Зажим Этот Зафиксируем Притянули И второй Второй Шуруп Тоже сюда Затягиваем Устанавливаем Теперь еще Я поставлю Который у нас Идет На заслонку Рычаг Вот мы его Сюда устанавливаем И поставлю Оттягу Газовую Проверяем Все работает Теперь берем Воздушный фильтр Ставим его Здесь у нас Гаечки на 8 Но у вас будут На 10 Мы их Нажимуливаем И подкручиваем Можно в принципе Тягу попозже Поставить Чтобы она вам не мешала Но мне она и так не мешает Я думаю И вам тоже Будет мешать Берем Воздушный фильтр Ставим его И закручиваем У вас Если все здесь Родное То будет Под плоскую отвертку У меня один Под плоскую И один Под шестигранник Это уже кто-то Поменял Берем свечу Вкручиваем Подтягиваем Надеваем свечник Клопачок свечный Берем крышку Одеваем Закручиваем И идем пробуем Идем Пилить дрова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...